Всем привет! И мы снова продолжаем изучение Windows 11. Этот ролик будет актуален для людей, установивших новую ось на свой старый ПК и желающих более шустрой работы от него. Как известно, Windows 11 самая тяжелая ось в отличие от своих предшественников, и она требует, по моему субъективному мнению, оптимизации, чем мы сейчас и займемся. Но прежде чем мы начнем это делать, убедительно прошу вас сделать точку восстановления. Вы избежали ситуации, когда вы отключите что-то лишнее, и ваша винда полетит неизвестно куда. Итак, и в номинации «Самая прожорливая функция» у нас побеждает VBS Windows 11. Она была еще и Windows 10, но если вы ее отключали там и после этого обновились на 11-ю, то вам не о чем переживать. Скорее всего, здесь она отключена тоже. Итак, чем же нам навредила эта функция? А дело в том, что она снижает FPS в играх. И делает это она по-разному, от одной игры к другой. То есть, от 5% до 30% производительности она пожирает, особенно на более старых процессорах. Давайте для начала проверим, включена у нас эта функция или нет. Нажимаем «Поиск» и пишем «Сведения о системе». Листаем «Сведения о системе» в самый низ. Ищем «Безопасность на основе виртуализации» и видим, что у нас она не включена. Самый простейший способ отключить эту функцию – «Поиск» и пишем «Изоляция ядра». И здесь мы видим целостность памяти. Ее нужно будет отключить. Затем перезагрузить компьютер и перепроверить снова в сведениях, отключилась она или нет. Возможно, что у вас не выйдет с этим способом ничего сделать, поскольку функция «Изоляция ядра» присутствует не во всех операционных системах. И, по-моему, если не ошибаюсь, в Windows Home это сделать не получится. Вы попросту получите сообщение, что нет такого раздела «Изоляция ядра». Сейчас покажу еще один вариант отключения BBS через реестр. Не забудьте, еще раз повторяю, сделать точку восстановления, прежде чем лезть в реестр. Итак, нам понадобится нажать клавиши «Win» плюс «F». Откроется окошко «Выполнить». Пишем сюда «EVH» и «EDIT». Далее у меня есть подготовленный блокнотик, где прописан будет путь, а также что нужно поменять. Этот блокнотик я оставлю в описании. Теперь обращаем внимание, у кого включена функция безопасности виртуализации, то у вас должна быть вот в этом разделе, в который мы зашли в реестр, должна быть вот такая вот функция. Если у вас ее здесь нет, значит у вас, скорее всего, виртуализация выключена. Если она у вас здесь есть, то нажимаем на «Изменить» и меняем здесь значение на «0». Без кавычек и без чего-либо еще. С безопасностью на основной виртуализации мы разобрались. Поехали дальше. Теперь нас интересует удаление временных файлов. В Windows 11 этот пункт располагается «Система», «Память» и здесь мы можем видеть временные файлы. Я уже здесь неоднократно ее очищал, поэтому у меня здесь ее мало. Заходим сюда. Здесь мы можем поставить все галочки без вреда для себя, в том числе и загрузки. Обращаю внимание, что очистить с папки загрузки, корзины и так далее. Листаем вниз и видим, что все галочки выбраны и нажимаем «Удалить файлы». Также хочу обратить ваше внимание на очистку обновлений Windows. Если вы недавно обновляли Windows, к примеру, с десятки на одиннадцатую или одиннадцатую обновляли, то откатиться после этой манипуляции у вас не получится обратно. Поэтому прежде чем это сделать, то подумайте дважды. Далее у нас пункт «Удаление нежелательных старых файлов». Для этого нам понадобится программа Windows, директория и статистик. Ссылочку я оставлю также в описании. Устанавливаем ее и далее пользуемся. Обратите внимание, что сразу же программа нам предоставляет возможность выбора ваших локальных дисков. То есть, если у вас их несколько, можете выбрать все. Но меня интересует только диск C, где у меня установлена операционная система. И нажимаем «Ок». Далее программа автоматически просмотрит все ваши каталоги и файлы на диске C и выберет те, которые потенциально нежелательны. Итак, ребята, программа уже сделала анализ. Что здесь важно понимать? У вас она подвела полностью статистику. Здесь мы видим, какие у вас файлы и где расположены. А также примерно указано, где ненужные файлы. То есть, вот видите, заполнены. Здесь все мы делаем вручную. То есть, мы смотрим, где у нас заполнены нужными файлами. Открываем папочки. И вручную смотрим, что мы можем удалить, а что нет. Допустим, видите, я сейчас дошел до папки Adobe. Открываю и смотрю, что же у меня здесь занято. И, как правило, я нахожу файлы, которые, возможно, мне пригодятся. И вручную сам уже решаю, удалять мне их или нет. То есть, вы будете делать все то же самое. Если вы не уверены в каком-то файле, то ни в коем случае не стоит его удалять. Например, DLL, либо CFA и так далее. То есть, некоторые из файлов удалять не нужно. А если же такие файлы, как mp4, то есть, это видео, вы точно знаете, что оно вам не нужно, то можно их с легкостью здесь найти с помощью этой программы и удалить. Либо же, вот, у меня достаточно много места занимает файлы Adobe Premiere, картинки, к примеру, или многое другое. Это удалять можно. Таким способом эта программа вам поможет избавиться от старых ненужных файлов. Нажал правой кнопкой мыши и нажал удалить в корзину или без возможности восстановления. То есть, если он мне точно не нужен. Будьте внимательны здесь. Следующим пунктом мы с вами будем удалять ненужные нам приложения, которые накопились за продолжительный срок работы. Особенно, если вы обновляете с десятки на одиннадцать, то у вас все осталось. Переходим, как обычно, в систему память, приложения и компоненты. И внизу будет у вас список программ, установленных на компьютере. Смотрим, которые нам не нужны и удаляем их. Допустим, программа Winderstat отработала. И она мне, как правило, не нужна. Значит, я хочу от нее избавиться. Нахожу ее. Кстати, здесь есть и системное приложение, которое также удаляет. Допустим, погода, почта и календарь, проверка работоспособности ПК. То есть, это все мы можем удалить. И удаляем все ненужные. Что здесь важно удалять? Это драйвера, а также различные пакеты, которые требуются для стабильной работы программ. Допустим, пакеты Microsoft Visual C++. Их удалять не нужно. Следующим пунктом мы будем исключать приложения из автозагрузки. Переходим в раздел приложения в параметрах. Ищем автозагрузка. И здесь смотрим, что у нас включено. Что здесь вообще должно быть включено? Это драйвера, это система безопасности Windows Security. Все остальное, как правило, здесь мы можем отключить. Больше ничего нам в автозагрузке не требуется. Далее нажимаем Win plus R, пишем mcconfig. И здесь нас интересуют службы. Обязательно здесь поставим галочку «Не отображать службы Microsoft». И мы можем посмотреть сторонние службы. Их можно отключить. Но при отключении этих служб вы можете потерять какие-то функции. Допустим, можно отключить службу обновления Google. То есть, она фоново не будет работать больше. Ну и, соответственно, обновляться он не будет. Что не следует отключать? Допустим, не следует отключать клиенты игр. Потому что, если вы отключите, к примеру, Steam или Origin, они потом корректно работать не будут. Так, топаем далее. Мы сейчас с вами отключим некоторые визуальные эффекты для расслабления системы вашего ПК. Заходим в систему. Далее «О системе». Выбираем дополнительные параметры системы. Открылось окошко. Переходим здесь в быстродействие «Параметры». И здесь мы выбираем нужное нам значение. Например, «Обеспечить наилучшее быстродействие». Спор о том, что Windows 11 превратится у нас в XP, я думаю, лишний, потому что каждый решает, делать это или нет. Пока это окошко мы еще не закрыли, переходим в вкладку «Дополнительное». Здесь мы сейчас установим галочку на распределение ресурсов процессора в сторону программ. Чтобы приоритет отдавался программам, а не фоновым процессам Microsoft. Не выходя из этого окошка, переходим в виртуальную память. Ее мы тоже изменим. Убираем галочку с «Автоматически выбрать объем». Выбираем «Диск Сигдео с операционной системы установлено». Указать размер. И пишем «496». И здесь тоже самое. Чтобы изменения вступили в силу и вы хоть как-то заметили изменения, вам нужно перезагрузить компьютер. Теперь мы еще не закончили с видом операционной системы. И мы сейчас его немножечко еще упростим. Сэкономим графические ресурсы. Нажимаем «Персонализация». Далее «Цвета». И эффект прозрачности отключаем. Также хотел еще поговорить о подключении фоновых приложений Windows. Для этого переходим в «Приложения». Далее выбираем «Приложения и возможности». Здесь у нас появляется список приложений. Находим «Необходимое». Допустим, найдем приложение Cortana. Дополнительные параметры нажмем. И здесь у нас есть «Разрешить работу приложения в фоновом режиме». Устанавливаем «Никогда». Далее покажу, как возможно отключить фоновые приложения Microsoft полностью. С помощью редактора локально-групповых политик. Для этого нажимаем «Windows R». Вводим следующую команду. Кстати, все необходимые для вас команды будут в файлике «Помощь оптимизации Windows 11». Ввели. Открывается редактор групповой политики. Выбираем «Конфигурация компьютера» на стрелочку. Далее «Административный шаблон» на стрелочку. А вот «Компоненты Windows» уже жмем на саму папку. Здесь мы с вами ищем «Конфиденциальность приложений». И заходим туда. Далее ищем пункт «Разрешить приложением для Windows работать в фоновом режиме». Заходим туда. И нажимаем «Отключено». Примените «Ок». Следующим пунктом мы с вами настроим схему электропитания операционной системы. Что для этого нужно? Я буду делать это по старинке, хотя есть новый способ. Переходим в «Проводник». Далее в «Панель управления» старую. Крупные значки. В самый низ листаем, находим «Электропитание». Здесь нужно нам установить галочку на «Высокая производительность». Внимание! Если здесь нет высокой производительности, а только сбалансированной или еще какая-либо, здесь слева есть кнопочка «Создание схемы управления питанием». Для этого нам нужно выбрать просто «Высокая производительность», «Название любое» и нажимаем «Далее». После чего она создастся и ее можно будет выбрать. Теперь возвращаемся в «Параметры». Выбираем «Система». Далее ищем «Уведомления». Если вы обратили внимание, то в правом углу возле реестра у вас постоянно выскакивает уведомление о каких-либо событиях приложения. Так вот, эта функция также потребляет ресурсы вашего ПК, поэтому мы можем ее отключить. Еще не выходя отсюда, мы можем выключить, получать советы и предложения при использовании Windows. Давайте вернемся еще к оптимизации памяти, переходим в память. Нас интересует дефрагментация, где ее здесь можно найти. Нажимаем «Дополнительные параметры хранилища». «Оптимизация диска». Что здесь нам нужно? Выбираем свой жесткий диск. Для твердотельных накопителей, кстати, это не очень актуально, потому что именно способ фрагментации у нас актуален для жестких дисков. Поэтому выбираем свой жесткий диск, если это не твердотельный накопитель, анализировать, а затем оптимизировать. Следующим пунктом нас интересует отключение расширенного поиска Windows. То есть, когда вы совершаете поиск по файлам, у вас задействуется огромное количество ресурсов для того, чтобы эти файлы найти, потому что на компьютере их очень много. Для этого нам необходимо перейти в «Параметры», «Конфиденциальность и защита», здесь «Найти поиск». Далее выберите «Классический стиль». Как видите, у меня уже выбрано, потому что расширенный будет использовать огромное количество ресурсов вашего процессора. Если вы хотите снизить на ваш компьютер нагрузку еще и от индексации поиска, то для этого в поиске пишем «Службы». Переходим в «Параметры служб». Находим здесь «Windows Search». Открываем «Свойства». Останавливаем его. И затем в «Тип запуска» включаем «Отключена». Затем «Применить» и «Ок». Поиск будет работать по-прежнему, но намного медленнее. Но вместе с этим вы сэкономите ресурсы процессора. Вообще говоря о службах. Ранее я всегда советовал отключать какие-либо службы ненужные. Для этого я записывал специальные ролики. Ссылочку оставлю на такой ролик в описании. Он, конечно же, для Windows 10, но он подходит и для Windows 11. Но сразу же хочу сказать, что даже не хочется об этом говорить по одной простой причине. Потому что люди начинают здесь отключать все подряд, не вдумываясь о том, зачем они это отключают, что будет потом не работать. И затем, конечно же, кого не обвиняют, того, кто им это посоветовал, что здесь что-либо отключать. Поэтому лучше всего службы не трогать. Но, как я и сказал выше, для особо отчаянных ссылочку в описании оставлю. Также мы не поговорили про самую прожорливую функцию, которая задействуется в играх. Это запись с экрана. Или Xbox Game Bar DVR, как ее раньше называли. Так, нам нужно перейти в параметры, раздел игры, клипы. Запись событий отключаем. Далее возвращаемся в игры. Переходим в Xbox Game Bar DVR. Также ее отключаем. Далее переходим в игровой режим. И здесь у нас спорный момент, потому что мнение разделилось. То ли этот режим, наоборот, повышает производительность в играх, то ли, наоборот, его ухудшает. Я отключал и отключал его, разницы не заметил, ребят. Но, вроде как, в интернете советуют его отключить. Поэтому попробуем отключить. Если не понравится, включите его обратно. Давайте еще покажу вам такой интересный гайд, как сделать вашу операционную систему при загрузке чуть быстрее. Для этого переходим опять в систему. Ищем здесь о системе, дополнительные параметры системы. В общем, там, где мы меняли визуализацию. Далее загрузка, восстановление параметра нажимаем. И здесь у нас, видите, отображает список операционных систем 30 секунд. Давайте поставим 3. Этого будет достаточно. Далее все оставляем, как было, и нажимаем ОК. О чем я говорю в своих роликах постоянно, так это о центре обновления Windows. Центр обновления Windows – это очень интересная вещь, которая тянется еще и с покон веков с этой операционной системы, и которая с тех же времен тормозит ее очень конкретно. Что здесь мы можем сделать? Если вы не сторонник обновления операционной системы, то вы попросту можете ее отключать, например, на 5 недель. И потом делать это повторно, циклично. Конечно же, можно его выключить вовсе, но мы этого не делаем. Но мы это не делаем лишь потому, что впоследствии вам придется установить обновление, и вы столкнетесь с какими-то проблемами. Поэтому вот вам функция отключения на 5 недель. Также хотел вам еще рассказать про одну интересную функцию – это Ready Boost, которой, в принципе, мало кто о ней говорит, но очень интересная. Для этого нам понадобится флешка, желательно с хорошей скоростью. Если скорость будет низкая, то от нее не будет никакого толку. И мы можем ее использовать как расширение оперативной памяти. Что для этого нужно? Для этого нам нужно сначала отформатировать вашу флешку, отформатировать в любом формате, например, NTFS, стандартный размер кластера поставить, и, в общем, быстрое очистку углавления сделать. После чего переходим в свойства, находим вкладку Ready Boost, и у вас здесь будет, возможно, настройка для использования, расширения оперативной памяти в флешке. Еще раз повторюсь, если она малоскоростная, то толку от нее не будет. Но если же она хорошая, и вы вставили USB 3.0, например, хотя лучше использовать внутренние слоты, ну, это вы можете почитать в интернете более подробно. Кстати, немаловажно – это наличие антивирусов в вашей операционной системе. Если компьютер у вас старый и слабый, то какие-то сторонние антивирусы, например, Dr.V, будет очень глобально тормозить ваш компьютер. Обратите на это внимание. А также обратите внимание, что если раньше у вас там ничего не лагало, а теперь вдруг начало лагать, то убедитесь, что ваш компьютер точно не заражен вирусами. Для этого прогоните несколькими разными антивирусниками ваш ПК. Я думаю, что я перечислил достаточное количество инструкций, для того, чтобы вы смогли на своих старых компьютерах, которые с трудом справляются с Windows 11, оптимизировать ее и высвободить какое-то количество ресурсов вашего ПК. Ну, на этом все. Всем всего хорошего.